Осенью прошлого года мы с друзьями, вооружившись дозиметрами, решили прогуляться по дачам на южном склоне горы Бештау. Через садовые участки протекают шахтные воды из уранового рудника номер один. В 90-е годы дачники-любители использовали загрязненную изотопами воду для полива своего урожая. По данным из отчетов в НИИ промтехнологии, фрукты, овощи и мясо птицы, выращенные на этой локации, содержали высокие концентрации растворимых солей урана и радиа. По просьбам местных жителей мы решили проверить, как там обстоят дела с радиацией. Так, небольшая водная часть. Это садовые участки около Бештау, мы не знаем, как они называются, потому что их тут очень много. Вот там вот это вот идет уже дамба озера. В озеро стекает вода со всего рудника номер один, и то есть предположительно, эта речка должна быть заражена. 40, 40 это примерно расстояние метр от земли у нас. А вот речка. Озеро не видно, но потом мы, может быть, на него тоже заскочим. Прям вниз, только аккуратно, не утопи его и ближе к грунту, ну как бы, скорее всего. Вот как, знаешь, делают на реке Теча, где-то там в Челябинской, где-то области. Нет, у нас была там вроде самая такая горячая точка. Да, вот здесь, здесь чуть ниже. Вот, как река Теча, там откуда отходы с маяка вроде сливали, так вот наша местная речка Теча. Ну, даже по графику явно видно, что здесь раза в два мощность дозы выше. Интересно, а что будет дальше, потому что до самой Штольни где-то еще полтора километра, да? Километра полтора. И мы сейчас пойдем и посмотрим. Кстати, параллельно пишется карта. Ну, сейчас она не пишется, но здесь уже видно, как начинается возрастание мощности дозы, вот даже есть горячие точки. Чуть выше находилось известное в местных кругах озеро Ивушки. Очень плохо видно, потому что это надпись уже лет 7. Внимание, радиоактивное заражение. Ну, и, соответственно, значок такой. Вот надпись, внимание, радиоактивное заражение. Но, как мы видим, мощность дозы здесь такая же примерно, как и во всем городе. А, как мне сказали знающие люди, эту надпись здесь нарисовал местный жилет, чтобы просто дети не купались и, в общем, не мешали ему для рыбалки. Так что это никакой не радонопровод, это просто, видать, дачный полив, и никакой радиации здесь нет. Можно сказать, еще одна дамба, через нее проходит дорога. По фону все в норме, ну, тридцатка. Да, тут озеро, смотрите, что происходит. Аккуратно, аккуратненько. Прямо к грунту, к воде. Подслоняй. 80. Подержи еще немножко. 90. 70. Черт, мы сейчас всю карту испортим. Здесь уже такие мощности дозы высокие пошли, ну, относительно для городской. Все, пошли. Все вот эти садовые товарищества, вот я показываю по карте. Их тут очень много. Эту воду используют для полива своих огородов. И были исследованы в 2001 году, проверяли, я не помню, москвичи вроде бы, официальные исследования, что в молоке, в помидорах, в картошке, в сельскохозяйственных культурах были обнаружены изотопы. Ну, дочерние продукты распада радия и, в общем, прочие долгоживущие приколы. Так что, имейте в виду, если вы покупаете участок. И рачков, уже эти. Рачков? Да, рачков? Отличные рачки, да, с радием. Да, еще тут такая инфа есть, что очень дешевые здесь участки. Буквально за соточку ты можешь здесь купить, то ли 5, ну, за 100 тысяч ты можешь купить 5 соток здесь. Потому что, чем выше к штольни, к роднику, тем дешевле участки и тем дальше будет разруха, на которую мы посмотрим чуть позже. Сегодня мы решили идти параллельно основной улице. Вот основная улица была здесь. Примерно через метров 500 уже должны быть приглашения стабильно выше 40 микрорентген в час. А это у нас энергоснабжение рудника. Бывшее энергоснабжение рудника. Воздушная линия 30 кВт. Здесь мощность дозы уже поднимается к сотке, поэтому нам пришлось выключить запись карты, чтобы цветовая гамма не сбилась. Это все так же еще дачные участки. Самая горячая точка на карте. Заброшенное строение и лестница. Характерный рыжий цвет, это грунт, сокислави металла. Очень похоже на исток 16-й. Ну здесь уже по гамме в районе 200. Мы приближаемся к 16-й штольне. Жилой сектор заканчивается. Ну, добрались мы до озер. Это главное озеро от стойники первого рудника. Вон там штольня 16-й, не видно. К сожалению, близко подобраться не могу, потому что все заросло. Наша цель сегодня не озера, а дачные участки и жилой сектор. Поэтому мы двигаемся дальше. Ну-ка. Мы только ушли с дороги, думали, тут положительно будет, но тут пока что-то больше. А, вот, все нормально, все, Владимир, молча. 16-я штольня, вон там, вдалеке. А по картам, чтобы было проще ориентироваться? Да, где 500 метров. Ты прямо уже замерил, да. Мы здесь, озеро здесь, штольня вот здесь. Рыжий лес там. Да, рыжий лес. Нам двигаться надо вниз. Надо, надо. И мощность дозы будет постепенно снижаться. О, это жилой, что ли? Да, очень уютный домик. Не похоже на заброшенный. Слушай, я нашел вписку на НГ. Врезной замок, новый. Закрытый, кстати. Дойдя до конца участка, мы пошли обратно в город. Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в дачном секторе составило 100 микрорентген в час, что в 7 раз выше, чем в среднем по Пятигорску. Информация подтвердилась. Наличие радиоактивных изотопов наблюдается более чем за полтора километра от истока ручья, ниже озера Ивушки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok